Здравствуйте! В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Устьянском районе Якутии, в поселке Усть-Куйга, придомовая территория многоквартирного дома загрязнена фекальными водами из-за переполнения и утечки канализационных септиков. На что жители деревни сделали коллективное обращение в местную прокуратуру. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в целях устранения нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду, прокуратура внесла в адрес руководителя общества представления, по результатам которого приняты меры по устранению нарушений. Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а управляющая компания оштрафована на сумму 175 тысяч рублей. В Якутии сбивают и повреждают опоры электростанций. В Якутск Энерго обязанность по восстановлению возложена на службу технического обслуживания электрических сетей. Причины технологических нарушений разные – воздействие стихийных явлений, недостатки или ошибки проекта, заводские дефекты и другое. Также одной из причин нарушений является воздействие сторонних лиц. Это наезд на опору воздушных линий. За 2017 год зафиксировано 26 технологических нарушений, связанные с воздействием сторонних лиц. За повреждения предусмотрен административный штраф в размере до 2000 для физических лиц и 40 тысяч рублей для должностных и юридических лиц. По истечению этих двух месяцев 2018 года мы уже наблюдаем большое количество такого характера. И обычно в каком районе? Как нам сказали, в Татте два случая было? Да, в Татте два случая было и три случая по городу. В основном происходит это по городу, где большое количество населения. В Якутске произошел пожар в частном жилом доме на улице Первая база. Загорелся первый этаж, в котором находилась автомастерская. Возгорание локализовано. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В ликвидации пожара участвовало 23 человека и было задействовано 5 единиц техники. Пожарные обнаружили, что из строения виден густой дым. Незамедлительно к месту возгорания были поданы стволы с водой. В результате огонь повредил дом частично. Говорится о трех погибших. При тушении пожара в частном доме, расположенном по адресу город Якутск, улица Первая база, обнаружены тела трех человек. На место происшествия выехала следственная оперативная группа, которую возглавил следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Якутску. В настоящее время на месте проводится осмотр места происшествия, устанавливаются личности погибших. Кроме того, осуществляются опросы очевидцев, а также проводятся иные неотложные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Следователи проводят проверку по факту убийства человека подростками в Якутии. По предводительным данным, в ночь на 20 февраля верхоянские семероучащихся 8-9 и 10-х классов забили насмерть молодого человека. По некоторым сведениям, школьники снимали побои на видео и распространяли шокирующие кадры по WhatsApp. Состояние мужчины, который перенес операцию после ДТП в Горном Улусе, оценивается как стабильно тяжелое, сообщили в районной больнице. Для проведения операции на место прибыл нейрохирург из Якутска. Необходимости транспортировки пострадавшего в столицу республики нет. Следственный комитет оперативно провел проверку на месте происшествия. В ближайшие дни решится вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, авария произошла 23 февраля на автодороге Вилюй и унесла жизни трех человек, в том числе двухлетнего ребенка. Трое пострадавших доставлены в больницу. Кроме аварийности, среди межрайонных такси появилась и другая проблема. Алкогольные магазины становятся ближе к школам. Например, в Покросске Хангаласского района решили отменить регламент, который запрещал продажу горячительных напитков в радиусе 300 метров от социально значимых объектов. Вместо него введен новый норматив. Он сокращает прежнее расстояние до 130 метров. Он вышел из школы и уперся в алкомаркет. Родители недовольны. Нашему корреспонденту Евгении Андросовой удалось узнать, что и в Якутске страдают от ненужного соседства. Саха Политехнический лицей города Якутск – одна из лучших школ республики. Выпускники поступают в лучшие вузы страны. Педколлектив проводит колоссальную воспитательную работу, поэтому проблемных детей в этой школе нет. Однако здание учебного заведения окружает целых три точки продажи алкоголя. С утра до вечера рядом ходят пьяные взрослые, что создает опасный момент. А учителям и родителям приходится постоянно беспокоиться за своих детей. Очень печально, что вокруг нашей школы находится очень много винных магазинов. Это, считаю, очень опасно. И дети сами, честно говоря, боятся. Поэтому хотелось бы, чтобы в близи, рядом со школой, вообще не было винных магазинов. Дочка Кристины Тиряновой учится во втором классе. Она каждый день идет в школу по дороге, где стоит магазин, торгующий алкоголем. Недавно маме пришлось потратить целый день на поиски телефона ребенка. Потираю телефон. Нашли, к сожалению, плохие люди. И тут же затолкали в заводку телефон. Бывает, мы вечером не выходим из дома из-за того, что у нас куча алкашей. Как мы видим, все-таки законные 60-150 метров от школы – это считается шаговой доступностью. Кроме того, создает ряд сопутствующих проблем. И где продается алкоголь, там преступность. Там угроза детей. Родители беспокоятся. Постоянно нам жалуются. Родители предлагают увеличить расстояние. Это вопросы к администрации города Якутска. Его можно увеличить двумя способами. Или расстояние увеличить, или способ измерения поменять. Будем надеяться, что в скором времени возле образовательных учреждений запретят продажу спиртного. Евгения Андросова, Павел Пахомов, Якутск. В результате пожара в Якутске погибли мать и ребенок. Огонь разгорелся в 140 лет победы в частном двухэтажном доме. После тушения были обнаружены тела 7-летнего ребенка и его матери 85-го года рождения. Дом был уничтожен полностью. Возгорание началось с первого этажа здания. Там располагался гараж, где предположительно произошли неполадки с электропроводкой. Сообщение о возгорании дома, расположенного на территории 140 лет победы, поступило в следственные органы около 5 часов 30 минут 24 февраля текущего года. При тушении пожара на месте происшествия были обнаружены тела женщины и ее 7-летнего сына. В медучреждение также доставлен супруг погибшей женщины. На месте происшествия сотрудниками следственной оперативной группы произведен осмотр, опрошены очевидцы, изъяты предметы, имеющие значение для восстановления обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, причиной возгорания стали неполадки функционирования электропроводки. В рамках проверки назначены необходимые экспертные исследования. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. На этом у меня все. Берегите себя.